Николай Сличенко Талантливый цыган узнал о его существовании. Николай Сличенко Талантливый цыган узнал о его существовании. А ночь такая лунная. Когда Сличенко уже состоялся, как актер проведения, вмешалась в его судьбу еще раз. Угодно было небесным канцлером вывести его с театральных подмостков к массовой публике. Значит, огонек какой-то шел. И показывали какую-то женщину, героя труда. Она доярка, знаете, вот так она сидела. Такие руки жилистые, с черными ногтями натруженные такие руки. И кто-то, Анна Шилова, по-моему, спрашивает. Скажите, а вы любите песни? Она говорит, да, я очень люблю. Когда поет Николай Сличенко. И вот эта фраза стала ключевой. Николай Сличенко стал появляться в каждом огоньке, в каждом. Очень черные, очень страстные, очень жгучие и прекрасные. В театре, впрочем, говорят не только о вокальных данных Николая Сличенко. Тут гордятся его режиссерским мастерством. О нас в свое время, в 83-м году, по-моему, если я не ошибаюсь, вышел спектакль «Живой труп». Надо сказать, что в то время он шел в Малом, в Моссовете, в Амхате и у нас. Представляете, как я вообще думал, куда я выйду вот на этом фоне. Как оценила пресса, критики и сам зритель, лучший спектакль был у нас. Потом шутка пошла по Москве, такая вот на фоне того, что были четыре спектакля поставлены. Что самый живой труп в цыганском театре «Ромэн». Сегодня цыганский театр «Ромэн» дает Гарушеньку. Постановка Николая Сличенко. Перед первым звонком режиссер собирает труп. Но вот еще о чем просьба большая. Когда князь приходит, во второй катине. Грушенька на сцене «Ромэна» без малого 40 лет. Все 40 лет полный или почти полный зал зрителей. Ниже не кричат, старухи воют, трубами на себя рвут. Я на пистову бросилась. На колокольном, на пистовом, на пистовом, я не знаю, я не вырвалась. В этом театре работают семьями. Большая часть труппы – представители актерских династий. Родители, бабушки и дедушки многих актеров выходили на эту же сцену. Дед Артура Булдыженко из театра ушел на фронт. Через полвека внук фронтовика, напротив, покинув армейский строй, пришел на театральные подмостки. Вот Рома я с тобой еще выпью, а на службу к тебе не пойду. Я уже работала, Артур пришел в театр после армии. Молодой, красивый. Молодой, красивый, да. Высокий. Мы репетировали спектакль, и мы играли «Любовь» на сцене. Ну и произошло… Спектакль, как он называл «Цыганка». И произошло все в жизни. Дочь Нины и Артура тоже предполагают работать в романе. Для детей актеров вопрос выбора профессии не стоит. Иначе, как на сцене, они себя не мыслят. С младенчества живут в закулисье. Эти молодые люди тоже из актерской семьи. Сейчас они подросли и могут оставаться дома. А были малышами и каждый день, как на работу, с папой и мамой в роман. Возвращались за полночь. И видели, как отец, актер Петр Янышев, после спектакля глубокой ночью садился писать музыку. Теперь Артур и Эльвира тоже пытаются заниматься сочинительством. Забавно, но делать это они могут только ночью, как папа. Мой вчерашний труд. Ночной, так сказать, пока все спят. Я до 6 утра не спал. То есть там просто вступление. Хотите послушать? Да. В общем, такая вот штука. Ну и там начинается что-то грустное. Это в песне грустно. В жизни актеру Янышеву грустить не досуг. Вместе с супругой Валерией задействованы они в 7 спектаклях. А это значит на работу 7 дней в неделю. Без выходных. Грубо говоря, 100 километров в день, каждый день. Вернусь под утро. Всех благ. Оставайтесь с Богом. Такого соперничества, конференции между собой нет. Между нами? Да. Одна роль посерьезнее, а вторая роль... Нет, нет. Нет, и не было никогда. Наоборот, мы друг за другом радуемся всегда. Анжела – профессиональная танцовщица. В театре 9 сезон. Все 9 лет, выходя на сцену, волнуются. Когда ты стоишь на сцене, перед тобой и зрители, и зал, а сзади тебя трупы 60 человек, и из них кто-то эти роли исполнял. И мандраж, конечно, большой, если не надо справиться. И покорить зрителя, выстоять самому и доказать своим коллегам, что ты можешь, ты сможешь. Мандраж – признак юности. Молодым задором отличается большая часть труппы Романа. Прошли новые ребята, целая бойна, 20 человек. Они 4 года отучились в институте Щукинском. Я 6 лет назад добился открытия цыганской студии на базе тогда училища Щукина, а сейчас института. Учить цыган актерскому мастерству – дело благодарное. Талантливое отрождение, получив огранку образования, цыгане становятся искрометными артистами. Еще со времен Индии цыгане – это артисты, цыгане – это ремесленники и торговцы. И одно из занятий, которые делают цыган цыганами – это профессиональная музыка. Петр Деметр «Легенда советской эстрады» начинал в театре «Ромэн». Сыграл 16 ведущих ролей в 16 постановках. Театр – это ужасно. Театр – это кошмар. Театр – это ревность, соперничество. Театр – это зависть. Театр – это любой театр, не только цыганский. И вместе с тем, когда ты выходишь на сцену, когда ты начинаешь дышать, и зрительный зал начинает с тобой дышать. Большего счастья на свете нет. Однако сцену театра Петр променял на сцену концертного зала. Так сложилось. Преуспело здесь. Дуэт Петра Деметра и Розы Джилакаевой неизменно давал кассовые сборы. Сейчас мы видим, к сожалению, спад этого искусства. Цыгане все реже появляются на телеэкранах. А было время, когда фактически все филармонии кормились за счет того, что при филармониях были цыганские ансамбли. Они, собственно говоря, и давали кассу. Опа! Трудный, как любовь цыгана, Обгинят своих дурманам. Теперь на ниве эстрадного искусства трудится сын Петра, Григорий. Раньше цыгане очень хорошо зарабатывали. Работали на эстраде. Сейчас как раз? У кого как. Кто попадает в эту тусовку, тот работает. Бывает невостребованность. Нет определенности, скажем так. Но все надеются на лучшее. Когда есть работа, мы счастливы. Похожая работа у Петра прибавится. В Москве открылся первый цыганский клуб. Для создания живой музыки в зале приглашать на клубную сцену будут исключительно цыган. Цыган-музыканты. Поскольку я выросла за кулисами театра «Умена», я всегда мечтала развить эту культуру. Поэтому появилась эта идея создания цыганского первого ресторан-клуба «Джипси Клаб». Вот это наш нижний зал, наше меню. У нас действительно эксклюзивное меню, поскольку нигде в Москве нет цыганских блюд, холодных закусок, горячих и также наши коктейли. Наш бармен делает удивительной красоты коктейль, поскольку он связывается с цыганским огнем. А цыганский огонь – это наш костер. Цыганские коктейли, цыганская кухня такого столица еще не видела. Работает заведение всего несколько дней. Посетителей они много, все – смуглые брюнеты. Славянская внешность в этих стенах – экзотика. Отведайте наше фирменное блюдо «Румен Герухабе», в переводе как «Цыганский ужин». Отведайте только такое блюдо в цыганских семьях, готовится и только в нашем ресторане. Георгий Цветков назначил нам встречу в клубе. Этот человек – исследователь, историк, писатель. Пишет на двух цыганских диалектах. Есть два полисных диалекта – это российских цыган и ловари. Это два полисных. Остальные все как бы между и сближается. Вот я пишу как раз на два полиса языка, и остальные все понимают. Писать на цыганском непросто, и язык ромал небогат. В каждом диалекте не больше трех с половиной тысяч слов. Поэт, который пишет на цыганском языке, вынужден… Ну, он работает как погонение, которому оборвали все струны. Он старается играть на одной струне так, чтобы окружающие не догадались, что струна всего одна. Для этого требуется очень большое мастерство. Зато с сюжетами для творчества проблем нет. Достаточно обратиться к памяти. В детстве писатель кочевал. Образ жизни на колесах богат на впечатление. Когда останавливался табор в лесу, где-то выбирали стоянку. То самая старшая табора, женщина, уходила в лес и просила разрешения у духа леса на стоянку. Это целый маленький такой ритуал, но с преподношением каких-то даров и разрешения быть здесь. Жизнь путешественника для Цветкова закончилась в 1956 году. Тогда вышел указ, запрещающий кочевье. Будущему писателю было шесть лет. Распоряжение правительства застало табор в поезде. Цыгане как раз перекочевывали на новое место. И нас где-то среди ночи сняли с поезда, продержали нас всю ночь. А утром пришел младчайник. Вот так цыгане, говорит, закончилось ваше кочевье. Нас посадили утром всех в грузовик, вывезли за город. Село, и напротив села огромное поле красивое дерево. Вот сказали, вот здесь теперь. Бивайте колушки, вы будете тут строиться и жить. Деваться некуда, вбили колушки. Теперь Григорий говорит, все к лучшему, а седлость позволила учиться. В школу цыган пошел, как все дети, с 7 лет. В 18 снова, как все, отправился в армию. А в 19 Григорий Цветков перестал быть цыганом. Это было очень часто. Приходили, особенно кто учился в школе или приходили с армии. И говорили, ну ты комсомолец, такой уважаемый. Зачем в паспорте цыган? Что это даст? Это как бы надежды на будущее у тебя нет. И, конечно, все добровольно уходили. Все писали в паспортах украинцы. В Молдавии и Молдавании. Что у вас в паспорте написано? У меня было написано украинцы. В душе он всегда считал себя цыганом. Тема происхождения цыганского племени занимала его с юности. Став зрелым человеком, Цветков занялся научными исследованиями. Весь парадокс, что до сих пор некоторые ученые утверждают, что цыгане из Египта. Генетический анализ делали во многих областях. Вы сами сдавали свою кровь на ангелы? Да, я лично да. Вы точно из Индии? Да. Потому что сказали, да, бульжарская-раджпутская общность, которая самая близкая к нам. Ошибочная версия о египетских корнях Ромалов создала внутри цыганского племени высокий интерес к этому вопросу. Стали рождаться версии. Автор одной из них – Петр Деметр. У вас есть своя версия? Да. Отличная. Самая точная. Да, нет. Скромно сказал он. Значит, о существовании Большой реки Ганг знают все. Со школьной скольной жизни. А вот о том, что есть маленькая речка Ци, запомните, Ци, знают только специалисты. И вот при слиянии этих двух рек, где река Ци сливается с рекой Ганг в роскошной долине, она обладала микроклиматом потрясающим, потому что две реки, там было несколько урожаев в год, хотя цыгане не сеяли, никогда капусту не сажали. Вот. В этой долине жили люди, жило племя, которых называли по названию этих двух рек – Цыганги. Цыганги прошли по всему миру. Россию открыли для себя сравнительно недавно, 500 лет назад. Я вот так в своих раздумьях, думаю, это когда пришли цыгане в Россию. Мне почему-то кажется, я в этом убежден, они услышали песню, вот такую, например, как «Ой ты степь широкая, степь раздоленная» Цыганский народ расселился практически по всему земному шару. Государств, где след цыганский замечен не был, немного. Мы очень много стран приехали, и везде есть цыгане. Кстати, только в Японии я их не нашел. Сейчас, к сожалению, в Японии такая беда, боже мой, боже мой. Об этом думать даже страшно, страшно. Дай Бог, чтобы все обошлось, это благополучно, дай Бог. Но уже погибло столько людей, это жути. Он просит Бога за Японию, Россию и свой театр. Он живо реагирует на чужую боль. Он не умеет быть равнодушным. Таков он Николай Сличенко. Актер, режиссер, певец, самородок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова